Очень легко запутаться и потеряться под грузом всего, что ожидается от вас, как от студента. Если вы начинаете осознавать, что не справляетесь, вы можете почувствовать внутреннее противление к учебе. Поэтому не лишним будет еще раз обратиться к некоторым практическим советам, которые помогут вам в онлайн-обучении не перегореть, а получить максимум из тех возможностей, которые открываются перед вами. Мы с вами уже говорили о стратегии семи шагов для успешного обучения. Теперь мы с вами рассмотрим некоторые практические советы, которые также будут вам полезны. Совет номер один. Используйте календарь для организации учебного процесса. Мы с вами уже об этом говорили. В большинстве случаев от студента, обучающегося онлайн, ожидается мультизадачность. Поэтому очень важно выработать систему, которая поможет вам быть более организованными. Неплохо завести календарь, в котором отметить сроки выполнения задания в курсе. А если курс вы проходите в асинхронном режиме, то самим установить реалистичные сроки выполнения заданий. В этом календаре можно согласовать учебу с другими обязанностями по работе в семье служений. Все это может казаться простым и незначительным, но на самом деле это может вам помочь. В большинстве онлайн-курсов указывается время, которое студенту нужно будет тратить на учебу еженедельно. Скажем, пять часов в неделю. Это время учитывает все задания и шаги по изучению курса и рассчитывается на основании средних показателей, принятых в аккредитационной организации. Скажем, на чтение десяти страниц текста требуется один час времени. На написание двухсот слов также должен уходить один час. Совет номер два. Учитесь определять достижимые цели. Когда вы начинаете учиться онлайн, то смотря на весь объем заданий, вам может казаться, что поставленная цель – завершить весь курс – недостижима. Когда вы, записавшись на курс, открываете учебный план курса и видите, сколько страниц вам нужно прочитать, сколько лекций пересмотреть, сколько написать работ, выполнить заданий, то вы можете решить, что все это слишком сложно. Поэтому очень важно уметь разбить весь путь на небольшие шаги, так, чтобы каждый шаг казался выполнимым. Это поможет снизить уровень стресса и заниматься учебой с большим удовольствием. Вам не нужно все делать сразу. Курсы разбиты на недельные блоки, каждый блок на шаги и каждый шаг легко выполним. При таком графике вы не будете ощущать перегрузки и сможете завершить курс в срок. Совет номер три. Всегда внимательно читайте отзывы преподавателя. Как только вы окажетесь зарегистрированным на онлайн-курс, вам тут же начнут приходить письма от преподавателя. Это могут быть как письма приветствия и ободрения, так и отзывы с анализом выполненных вами заданий. Чтобы успешно закончить курс, очень важно, чтобы вы внимательно читали все письма, которые вы получаете от преподавателя или ведущего курса, даже если вам кажется, что вы все хорошо выполняете. Ведь ведущий курс заинтересован в вашем успехе. Его задача – помогать вам в процессе обучения, чтобы в итоге вы получили отличную оценку. Совет номер четыре. Планируйте отдых в обучении, чтобы не перегореть. Даже самые амбициозные и энергичные студенты способны перегореть и потерять интерес к учебе. Если нечто подобное случится с вами, вы можете утратить желание заниматься тем, что раньше доставляло вам радость. В такой ситуации вы можете отстать, и потом вам будет казаться, что уже невозможно все наверстать, и лучше бросить обучение. Есть простой совет, который поможет вам избежать подобного в онлайн-обучении. Совет всем известный, но тем не менее часто игнорируемый. Планируйте перерывы и отдых в учебе. Планирование отдыха может показаться странным занятием, но это поможет вам затем приступить к учебе с удвоенной силой. Даже 10-минутный перерыв может оказаться очень полезным. Используйте это время на то, что вам нравится. Там проверку новостей в соцсетях или на разговор по телефону с хорошим другом. Но пусть это действительно будет полноценным отдыхом. Не тратя перерывы на выполнение других важных дел по работе или по дому. Совет номер пять. Фокусируйтесь на обучении. Сегодня так много различных устройств, на которых можно учиться онлайн, что может возникнуть искушение, скажем, смотреть видеолекцию на планшете и параллельно смотреть телевизор или слушать радио, или выполнять какую-то другую работу на компьютере. Такой подход не всегда полезен. Вам кажется, что вы экономите время, занимаясь двумя делами одновременно. Но в случае с онлайн-обучением вы недостаточно концентрируетесь на учебе и многое упускаете. Потом вам может понадобиться пересмотреть лекцию еще раз или пересчитать страницу учебника еще раз. Потому что вы что-то упустили. Оглянувшись, вы поймете, что никакой экономии нет. Преподаватель тщательно отбирал самый нужный материал, когда готовил для вас онлайн-курс. И будет заметно, продумано ли ваше сообщение на форуме или не написано поверхностно. Так как ваш мозг в это время был занят другими делами. В наше время мы настолько привыкли к мультизадачности, что фокусироваться нужно учиться. Нужно сознательно удалять от себя все, что нас может отвлекать. Может, не нужно учиться в той же комнате, где работает телевизор. Или на время выключить свой телефон, чтобы текстовые сообщения вас не отвлекали. Вы сами можете понять, как вам лучше выстроить процесс обучения, чтобы вы смогли лучше сконцентрироваться на учебе. Совет номер 6. Готовьтесь к тестам и экзаменам. В онлайн-курсах вам нужно будет сдавать тесты и экзамены. В каких-то курсах тестов будет больше, в каких-то меньше, но не обязательно будут. Хотелось бы дать несколько советов, которые помогут вам лучше с ними справиться. Во-первых, не откладывайте сдачу тестов, сдавайте тесты по горячим следам. Во-вторых, составляйте конспекты. Делайте пометки во время просмотра видео лекций и чтения учебника. Это очень поможет вам выделить основные моменты, которые наверняка могут быть в тесте или на экзамене. Далее в этом курсе вы научитесь технике конспектирования. В-третьих, посмотрите заранее, что за тест вас ждет. И, наконец, найдите время перед тестом или экзаменом, чтобы повторить изученный материал. Преимущество онлайн-обучения как раз в том, что вы можете сами определять, когда вы будете сдавать тест и сколько времени вам нужно на подготовку. И последнее. Помните, что все, что вы пишете, делайте на курсе, демонстрирует ваш характер, вашу христианскую зрелость. Насколько внимательно вы изучаете материал, темы заданий. У вас не будет возможности удалить сообщения на форуме или загруженные работы. Поэтому не пишите ничего, за что потом может быть стыдно. От вас не ожидается, что вы всегда будете давать правильные ответы. Но от вас ожидается старание и усердие, уважительное отношение к преподавателю и другим студентам. Итак, мы с вами перечислили практические советы, которые могут вам помочь в онлайн-обучении. Далее мы с вами поговорим об основных ошибках, которые могут допускать студенты в онлайн-обучении.